И только перед ним подол девчонки поднимали. Не этим ли произведением вояния навеяны бессмертные строки, приписываемые поэту? Юный кудрявый отрок спешил в гости к своему дяде поэту. И тут такое. Добрый день, друзья. Сегодня на канале Artplay Today самая бессмысленная передача о поиске скрытых смыслов урбанизма, архитектуры и дизайна, смыслов шум. Сегодня мы находимся на площади Разгуляй, на этом средокрестии городских, исторических, мистических смыслов, где проживал гробовщик Пушкина, где жил колдун Брюс, где сгорело слово о полку Игореве, и которое теперь украшает данное произведение вояния. Мы поговорим сегодня о памятниках. О каменной, бронзовой, латунной и прочей летописи Москвы. Сразу стоит вспомнить о том, что слово «памятник» происходит от слова «память», но, глядя на это произведение, сразу теряешься в том количестве смыслов, которые можно за ним предположить. Это академическое произведение. Потому что академик делал, а не кто-нибудь. Академик делал, народный художник, там даже написано. Но эстетические достоинства этого произведения вояния выходят далеко за рамки академического подхода. Действительно, что бы могла символизировать вот эта вот женщина в костюме сестры милосердия, предположительно, времен Крымской войны, девочка в платье с очень длинным подолом. Спереди. Спереди. И вот этот планшет в руках у женщины, изображающий… Изображающий карикатуру… На солдатах. На какого-то солдата в пилотке. Здесь как-то вот все смешалось. Здесь косплей, планшет. На планшете косплей. Да, падающая девочка, она падает так на нас. И вот это все, но, глядя на него, мы можем только констатировать эстетические достоинства этого произведения. Да. Но памятник инновационен не только своими эстетическими достоинствами. Точно. Здесь мы можем вспомнить, что поистине инновационное произведение инновационно своей многозадачностью. Он был изначально изготовлен для Екатеринбурга, и вот теперь он украшает ландшафт площади Разгуляй. Не стоит впадать в литературщину. Мы знаем, как это исправить. Но расскажем мы об этом в другом месте. Мы знаем, как сделать лучше. Да. А про это только можно сказать, что... Что? Это место, исполненное настоящих исторических городских смыслов, и события, которому посвящен этот памятник, тоже исполненное тяжелого и трагического смысла, вызывает только один вопрос. Зачем? Безымянная площадь на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца, украшенная памятником Михаилу Тимофеевичу Калашникову, выдающемуся оружейнику-конструктору. Что бросается в глаза? Нам бросается в глаза ее композиционная незавершенность, ее вопиющая асимметрия. Да. Когда... Асимметрия. Памятник есть, памятника нет. Памятника нет. Это непорядок. И притом важно сказать что? Что асимметрия не только пластическая, пространственная, но асимметрия смысловая. И небеса плачут. Михаил Тимофеевич Калашников, конечно. И наше преклонение перед ним не имеет никаких границ. Но не будем забывать, что конструктор имеет все-таки дело с неживой материей. А, например, селекционер или катозаводчик или поп-звезда имеет дело с материи самой что ни на есть живой, с материи человеческих душ. Поскольку это во всех смыслах, и архитектурно, и смыслово перекошенная площадь просто выпиет о восстановлении гармонии, и поэтому мы предлагаем решение ровно напротив. Установить памятник уравновешивающий композицию площади. Да. Создать, так сказать, пропилеи. Пропилеи. Напротив памятника Калашникову должен стоять памятник селекционеру. Селекционеру. Или... Катозаводчику. Или катозаводчику, или поп-звезде. Вопрос о сюжете памятника, об объекте решается народным голосованием. По мобильному приложению? Да. Потому что любую проблему можно решить при помощи первого мобильного приложения, и второе... Протисципативного метода. Протисципативного проектирования, конечно. Поэтому... Чья фигура уравновесит темный массивный силуэт Михаила Тимофеевича, это решать... Народу. Народу, москвичам. Через мобильное приложение... Каждую неделю... ...партиципативного проектирования. Каждую неделю москвичи голосуют в мобильном приложении, кому, в какой позе, с кем. Но обязательно, обязательное условие наличия котика. Результаты голосования выводятся на цветной 3D-принтер, который спрятан в подземном бункере, вот под этим холмиком. И каждую неделю, каждый понедельник взгляд москвичей радует новая цветная скульптура ростом строго с Михаила Тимофеевича Калашникова, которая приветствует... Обязательно не выше, потому что очень его уважаем. ...которая приветствует въезжающих и выезжающих в столицу с яркими красками и обязательным котиком в руках. Котик, это не обсуждается, ориентировочная, оценочная стоимость проекта, ну сколько, миллиардов... Тридцать. Тридцатка, ну нормально, в принципе. Взяться можно. Пятьдесят миллионов долларов, грубо так. Ну да. Можно. Можно, с этим можно начать что-то. Субтитры сделал DimaTorzok